здравствуйте дорогие товарищи сегодня я снова с вами чему я несказанно рад ну и хочется вспомнить пластинку меня одну которую наверняка не все слышали хотя те кто любит битлз и джона ленна конечно знают ее наизусть вот так вот покажу до лайф и сан торонто называется она 1969 год кстати говоря посмотрите в плейлисты я забыл сказать если хотите увидеть какую-нибудь пластинку на этом канале посмотреть в плейлисты там уже до черта просто пластинок очень много обозрено так что может быть найдете что-нибудь для себя более интересное чем вот этот концертный альбом хотя он очень интересен мне во всяком случае с удовольствием его слушаю не часто правда но большой интерес большая радость прослушивание этой пластинки 1969 год в сети уже ходит документальный фильм посвященный этому фестивалю там достаточно подробно все про него рассказано и очень много интересной информации но я вкратце расскажу для тех кто не видел этот фильм или не хочет его смотреть или лень просто искать его и смотреть полтора часа 1969 год фестиваль случился в канаде в торонто естественно в сентябре 69 года что это такое сентябрь 69 года это это зиму это это сентябрь да как пел виктор робертович свой в августе прошел фестиваль в уцтаки грандиозный где были все все были там было очень много народу и играли все топовые группы того времени практически ну кроме нескольких и надо было быть чрезвычайно отчаянным человеком точнее отчаянными людьми два парня канадский не помню как их звали решили организовать в торонто фестиваль рок-н-ролла большой стадионный практически меньше чем через месяц после устака ну они вероятно подумали что раз устак собрал такую грандиозную аудиторию то и фестиваль рок-н-ролла в торонто соберет не меньше и забили они забукировали так как говорится артистов таких как чак берри джин винсент боди для литл ричард джерри льюис и кого-то еще не помним кого в общем классика рок-н-ролла столпы рок-н-ролла люди на которых держится все здание рок-н-ролла все здание рок-музыки практически отцы-основатели ну один чак берри чувствует да и один литл ричард чего стоит и один джерри льюис чего стоит и один джин винсент чего стоит это это титаны хотя мода на рок-н-ролл уже к тому времени прошла и эти титаны выступали в небольших клубах после своих грандиозной славы гигантской причем славы то никуда не делалось она до сих пор гремит по всему миру для тьму для тех кто любит рок-музыку естественно среди тех кто любит рок-музыку так вот по-русски я буду говорить все-таки на иногда если получится но шоу-бизнес есть шоу-бизнес мода есть мода и популярность имеет всегда взлеты и спады про падения я ничего не говорю кто же падение никаких там не было ну подъем и спады это нормальная ситуация и чем артисты выступали в небольших клубах их собрали пригласили на фестиваль за гонорар все в порядке они с удовольствием вписались фестиваль рок-н-ролл что может быть круче но билеты нифига не продавались на фестиваль просто не продавались люди понимали что организаторы понимали что чё-то чё-то мы попадаем ребята потому что как-то вот гонорары обещанные площадка арендована аппаратура все дела а билеты не проданы вообще что делать но стали так или иначе приглашать уже более модных артистов того времени пригласили группу the doors которая согласилась бац все doors хедлайнеры фестиваля круто уже с этим можно работать но билеты все равно не продавались а у doors гонорар будь здоров какой тогда один из организаторов а кима фоуль пригласили в качестве ведущего а потом подумали а давайте-ка сделаем рискованный шаг такой пригласим в качестве ведущего фестиваля джона леннона вот это шаг стали звонить джону леннон через секретаря дозвонились дорогой джон не хотите ли принять участие в качестве ведущего в фестивале рок-н-ролла в торонто а джон леннон большой любитель рок-н-ролла знаток любитель играет играл точнее все эти песни всех этих замечательных авторов от чака бэрри там до джерри ли льюиса джон леннон сказал а чё я буду ведущим давайте я сам выступлю там на этом фестивале тут организаторы совершенно одурели от такого предложения к дорогой джон как как насчет вашего гага гонорара нашу джон сказала мне гонорар не нужен никакой вообще самолет обеспечьте мне я прилип просто чартерный рейс из нью-йорка в торонто и обратно и все я приеду сыграю а с кем сыграетесь beatles да нет ну какой beatles уже уже какой beatles что нет я один со своей группой с какой группой да неважно с какой не ваше дело собачье приеду и прилечу и использую самолет будет будет конечно все окей договорились ну организаторы впали в ступор тем более что никто не ожидал такого подарка выступления джона леннона фестивале и стали оплачивать гонорары всех присутствующих всех забукированных артистов денег не было они заняли что-то то ли 25 тысяч долларов то 30 тысяч долларов у байкерского клуба канадского и главарь главарь байках байкерского клуба приехал искал что я вам дам бабло но ребята смотрите если вы меня кинете будут проблемы люди испугались но деньги взяли тем не менее и сказали мы будет джон леннон все будет в порядке билеты продадим ну будет джон леннон будет джон леннон очень хорошо группа никакой джон лена не было он подумал подумал стал обзванивать знакомых друзей ну и обзвонил соответственно эрика клептона клауса вурмана алана уайта барабанщика который потом играл в группе с как вы знаете да все согласились все согласились поехали в аэропорт точнее не поехали в аэропорт настал день концерта значит они стали собираться собирать вещички звонить эрику клептону контрольный звонок эрик ты выехал а эрика нет не подходит телефону что такое беда эрика нет что делать непонятно но джон ленн сказал было не было поехали в аэропорт приезжает в аэропорт там стоит уже в зале ожидания точнее у стойки регистрации стоит эрик клептон с гитарным кейсом оглядывается по сторонам чего делать никого нет ну тут все собрались сели в самолет и полетели в самолете джон ленн стал объяснять что мы будем играть самолете же стали репетировать в этом документальном фильме посвященному фестивалю как раз есть съемки в самолете где на неподключенных естественно гитарах великие артисты джон леннон эрик клептон вурман и аллен вайт который стучит по коленям репетируют фестивальный сет прилетели в торонто их встретила целая просить процессе байкеров сопровождение было гигантское ехал лимузин от аэропорта в длиннющий процессии злобных совершенно здоровенных байкеров и джон леннон с ужасом смотрел по сторонам думал что это такое нас будут пи смысле бить сейчас или нет или что но все было хорошо приехали на фестиваль засели в гримерке стали в гримерке уже репетировать еще раз так или иначе но сам фестиваль многим кажется что вот это вот это сольный концерт джона леннона в торонто на открытом на этой площадке ничего подобного сначала играла группа чикаго грандиозная открывая этот концерт а потом пошли все герои чак бери джин винсент боди для литл ричард джерри ли льюис и элис купер со своей группы абсолютно никому не известно еще тогда тощий боязливый чего не скажешь по его выступлению но очень нервничающий нервничающий элис купер его группа сопровождала выступление джина винсента уже после чака бери и остальных звезд рок-н-ролл который очень классно выступили среди публики был get delay из группы rush есть его интервью где он говорит что это был потрясающий концерт один из лучших в моей жизни когда я увидел живых кумиров чака бери и всех остальных и он наслаждался этим концертом после джина винсента элис купер с группы исполнили свои песни элис купер говорил у меня было странное ощущение потому что я первый раз был на большой сцене на такой на фестивальный смотрю налево там стоит джин моррисон с группой the doors смотрю направо там стоит джон леннон эрик клэптон алан уайт и вурман и среди них я элис купер надо же как я тоже с ними все здорово но они отыграли и вышел джон леннон который страшно нервничал он давно не выступал на сцене вот так вот да еще собственной группой да еще никто не знал толком что мы будем играть хотя вроде там немножко от репетировали и леннона за кулисами даже стошнило от волнения но тем не менее они вышли и зарубили прекрасные песни блюзать шуз мани дизе мисс лизе я брюс колтаке и give peace a chance это первая сторона пластинки и я могу сказать что конечно это такое я бы сказал хэви метал рок-н-ролл поскольку такой тяжести такого тяжелого гитарного замедленного исполнения рок-н-роллов я вообще нигде никогда не слышал блюзать шуз еще более-менее как-то было похоже на оригинала вот money замедленная версия с тяжеленной гитарой клептона аккордовый не аккордовый там интервалами он играл и джон леннон играл аккордами и такая такой ну хэви метал рок-н-ролл как я уже сказал дизе мисс лизе та же самая история я блюз моя одна из самых моих любимых песен леннона который на белом альбоме есть да вы все помните это она здесь просто прекрасно с гитарным соло эрика клептона тяжелое еще еще тяжелее чем на альбомной версии очень круто колд таки тоже с гитарным соло эрика клептона замечательная версия ну а ги в писать чэнс это просто общая распевка такая общее все хором поем ги в писать чэнс вторая сторона альбома вот да на йоки он а йока устроила большой сольный номер почти на 20 минут она пела многим кажется что она просто орала но нет слушать очень интересно тяжелый гитарный риф играет вся группа клептон бурман алан вайт мощно барабанит джон леннон все играют вот примерно так как я сейчас показываю монотонный тяжелый гитарный риф и на этом фоне йока она изображает крики раненой птицы вообще подразумевается что это посвящено войне во вьетнаме и жертвам войны во вьетнаме и йока она плачет кричит действительно как раненая птица причем не просто раненая а умирающая риф заканчивается в тишину все уходит йока продолжает страдать это я не иронизирую это вообще серьезный номер достаточно это на самом деле искусство кому-то кажется что это шарлатанство или это бред или это понты ради бога все свободны в осмыслении произведения искусства любых я считаю что искусство вообще в нем нет я извиняюсь нет запретных тем я так скажу это действительно мое мнение а также запретных манер подачи своего видения мира и искусства и после ты тишины когда йока продолжает плакать изображая раненую птицу точнее перевоплощаясь в нее даже не изображая она очень искренне все это делает гитары вместо рифа начинают издавать просто фидбэк потому что их прислонили к усилителем они завелись и пошел вот этот самый но из который через десяток с лишним лет стал очень модной музыкой в принципе прозвучал впервые вот это мой звуя штука прозвучала на лайк писан торонто в исполнении джона леннона и группы и вот под этот гитарный но из йока она продолжает свое шоу завершает его и все ушли а после этого вышла группа the doors записей которых по моему не существует с этого концерта может быть они я думаю что где-то они существуют и где-то они всплыли или всплывут мы их наверняка наверное наверное наверняка услышим а может быть и не услышим на сумме дождь не слышали что ли в конце концов так что я пошел пить а вы имейте ввиду что пластинка очень интересная life piece in toronto 69 год джон леннон plastic on a band первое выступление группы с таким названием пока